с вами оксана волошина и у нас сегодня прямой эфир который будет посвящен отношениям все что с этим связано все что вы хотите знать про отношения так лучше будет сегодня будет у нас в прямом эфире у меня сегодня потрясающие гости в гостях гости в гостях я жду жду вас мои дорогие жду гостю обязательно готовьте свои вопросы потому что это удивительно потрясающая женщина которая будет в гостях вы ее прекрасно знаете вы видели ее по телевидению вы читали ее книги то наташенька я тебя вижу присоединяйся мы ждем гостей то есть вы не за наталья наверное на везде наталья толстая сегодня не в гостях я вот что сейчас она к нам присоединиться безумно рады и их увидеть потому что 100 лет не идет вот и так позитивный психолог автор книг автор уникальных я не знаю авторских методик наверное по отношениям очаровательная женщина эксперт тв программ писательница посол доброй воли в благотворительном фонде линия жизни это все наша наташа толстая дуана к нам присоединяются так 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 идет подключение о круто что-то я тебя не вижу сейчас появлюсь есть да я тебя вижу отлично как всегда шикарная шикарная приветствую вас ну привет оксаночка ну расскажи что там в сочи творится ты же в сочи дома нет москве ухты расскажи сижу на карантине поняла наверное наверное как и везде я буквально сейчас была прямом эфире у знакомых в париже он рассказывал как там обстановка один в то же самое то есть наверное это одинаково прям во всем мире ситуация поэтому главное спокойствие главный позитив и вот как раз для этой цели мы с тобой собрались сегодня правильно абсолютно верно дорогие гости все кто хочет задавайте пожалуйста свои вопросы у вас есть такая уникальная возможность потому что хочется нанести пользу какую-то правда оксан но я могу сказать сейчас довольно много центральных каналов телевидения которые просят какое-то интервью по skype и приходится очень тщательно выбирать что это за канал потому что я уже столкнулась с тем что ты можешь прокомментировать по одному а тебе отрезали и поставили как им удобно сейчас такое телевидение что нужно быть очень осторожным и даже то что мы произносим сейчас в эфире это тоже является средством массовой информации поэтому нам нужно постараться как бы не обсуждать особенно политические темы но хочется же с тобой как раз обсудить ты перед тем как на карантин сделала очень хорошо там столько много полезной и нужной информации которую ты даешь нам ты же можно сказать к верхам тоже имеешь довольно большое отношение скажи вот по твоему мнению как ты думаешь труднее нам будет или или нет труднее после когда выйдем или или еще скажу тебе сильно изменилась жизнь я понимаю что беговая скотовая что ты утром поднялась накрасилась и понеслась это я все знаю но вот сейчас когда ты села дома и нашла кучу новых вещей тут то что ты не додела там ты сделала пуговицы пришила не знаю дырочки зашила в порядок отпарила всю свою одежду и выбросила ненужное сейчас разве ты не кайфуешь на этом карантине честно если честно да потому что я говорю я 15 лет не была в отпуске и его боже какое счастье но прошел наверное уже месяц и все-таки вот этот неугомонный позыв наверное общения да я как сказать мне нужно общение мне нужно глаза в глаза мне нужны эмоции мне нужна какая-то полезность может быть поэтому знаешь я волонтер на горячей линии у себя в судебной экспертной волонтер там море помощи рф сочинский проект очень такой крутой то есть я я как бы стараюсь вот прямые эфиры вести то есть я стараюсь вот коммуницировать побольше побольше что касается будет ли хуже или лучше знаешь как я всегда говорю ситуация странная непонятная и мы растерялись потому что к сожалению ни в одном учебнике по я не знаю ни в одном учебнике по маркетингу что там стратегиям еще что-то нет алгоритма действий как жить работать какие законы нужно принимать при корона там пандемии при еще каких-то нас этому не учили и мы все заканчивали одно и то же там образование ну плюс минус до европа россия но в то же в то же время конечно сложно сложно нам людям потому что мы не понимаем что происходит сложно политикам потому что они вообще не понимают что происходит у них ответственность глобальная сложно в принципе всем поэтому если мы немножечко проявим наверное терпимости да друг другу не вот это хайповые вещи да вот что касается телевидения у нас буквально вчера у нашего президента должны были брать интервью одной из сми мы написали там красивый ему пост текст собрали статистику аналитику по нашей горячей линии а в итоге журналисты все это включили в свою речь и когда его вывели на экран ему в принципе говорить было нечего что творится очень много сейчас из людей выходит того что у них есть внутри вот пойми мы сейчас все сидим по своим квартирам и варимся в своем собственном бульоне правильно какой он с нас навар вот это сейчас все поперло про правда видно кто из родственников вампирюга конкретный да 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 выходит на то чтобы ты сейчас начала кусать ногти злиться да и основная моя наверное сейчас самая важная задача это сказать что когда вас кто-то провоцирует нужно просто прямым текстом сказать ты хотя бы удовольствие получил от того что ты сказал я рада я не буду об этом думать ни одной секунды мой сегодняшний бизнес-план ругаться с тобой не входит то есть нужно подготовить себе такие фишечки которым это просто этого человека бы щелкать по носу вот прям шалобаном есть люди лентинюги который вот сидит он понимаешь наташ трусы неси понимаешь то есть вот он сидит положил ноги и только с канала на канал то был пост я прошу прощения у нас гармоничные хорошие отношения я счастливая в личной жизни женщина но пост я не умею готовить постную пищу и по завтрак с меня да это же с мурмулями нарезана красивочка он купил я должна подать с песнями плясками нарядная накрашенная с укладкой потому что что-то на тебе надета выброси тумайку она конечно выброшу но каждый раз когда это произносится это же ну маленькая психологическая заноза вот допустим привожу пример ты что-то делаешь 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 уже как бы ты понимаешь что у тебя всего ничего продуктов этих получается так не очень красивый внешний вид но очень вкусно изнутри вот он подходит тыкни пальцем и говорит ой что-то он как-то не так выглядит все меня лично не несет я научилась с этим обращаться у меня был такой случай в жизни я вышла замуж и в ростове-на-дону у меня жила свекровь и такая знаешь казачура такая вот ну вот прожженая казачура я постираю трусишки свои и повешу их вот так бочком знаешь бочком бочком аккуратненько прищепочка прищеплю смотрю в окно она берет тазик снимает все мои труселя и вешает их вот так вот самым красивым местом на всеобщее обозрение я понимаю что у меня такое смотрю в окно а потом думаю пусть вешать нравится ей эти паруса смотреть нравится ей как она трепещет на метро ну пусть человек порадуется значит беру веник иду платочек повязала помню как сейчас горошек такой с веником вышла во двор мести вот ну что невестка она подходит ко мне и говорит не так метешь я вот так однажды веничек к заборчику поставила у нас такие бордюрчики были сказала сама встала и ушла и она такая стояла минуту вот так посреди двора узнаешь это слово называется в ахуенезе в прямом смысле я больше никогда не взяла в руки веник как вешала труселя боком так и вешала но она еще позволяла себе знаешь прийти я поставлю свежая новенькая квартира однокомнатная значит мы только въехали мне там мама дала какие-то рюмочки там еще откуда-то что-то припало ну как обычно молодой семье все дают я вот шкафчики застекло рюмочки вот так по косой от уголка до уголка красиво поставлю а у нее был ключ от нашей квартиры чё надела там не знаю но вот я приду у меня помадах повозились буду рассыпано и в обратную сторону переставлено по диагонали рюмочки ну вот теоретически да теоретически ничего не случилось то есть пришла женщина переставила рюмки не стырила ничего не разбила ничего почему это вызывает такую бурную реакцию нарушение пространства твоего коня это же ты сделала я была это тоже самое понимаешь когда любовница трусы зацеловывает специально мужику чтобы жена ему там манделей дала понимаешь или чтобы по крайней мере как-то высветится на на всеобщем фоне что она собственно существует и вот вот это вроде как бы человек в прямом смысле вот это называется лунный вампиризм он тебя выводит чтобы ты начала о ней думать вот тоже самый самый пример приведу допустим ходит женщина и говорит вот любимый сейчас думает обо мне или нет ну блин ну пойди ты в туалет сфотографируй голую сиську и пошли и ты точно будешь знать что он о тебе думает правильно то есть если ты хочешь знать что что он о тебе думает дай ему мягкой лапой что-нибудь такое что ему понравится да ему повод о тебе думать да повода же нету как он будет о тебе думать у нас же мужчины вообще вот эти вот это мы вот так мыслим а мужчина в том то и дело и поэтому из комнаты в комнату можно друг другу посылать смешные картинки из комнаты в комнату можно сказать иди сюда барыня легли и просим понимаешь то есть можно так сказать сексу готова он заходит там свечки палочки все дела ну то есть сидит в компьютере пошла вырубила пробки ну а перед этим напиши ему что типа жду тебя в спальне шах пробки выключились то собственно говоря он свет включил пришел вероятность того что он выпьет тебе зубка ты без трусов очень мало так вот смотри какая интересная штука если человек вот если определенные люди которые умеют сглаживать ситуацию то есть они умеют ее разминировать кто-то шуткой кто-то вот зашла красота понимаешь вот она зашла центнир женщины но у него все колышется у нее свисток накрашен ты понимаешь глаза у нее с кругозором то есть она заходит и все начинают улыбаться если она еще с едой вкусно идет она автоматически на животном уровне улучшает всем настроение поэтому девочки если доме напряженка срочно начинайте разогревать какие-нибудь покупные булки а если есть возможность рассказать из том тесто старое яблоко какой-нибудь джем туда бросьте в доме должно пахнуть горячим хлебом как только хлебом пахнет в нем намного меньше скандалов и мордобоев удивительная корреляция красивых и кто вкусно готовит намного меньше бьют на всей планете это уже доказано а есть люди которые специально тебя выводят чтобы у тебя было плохое настроение это надо четко понимать что если такое плохое настроение человек делает надо ему сказать ты получил удовольствие ты кайфанул не пойди во вред и делайте дальше все что делали сделать тише сделаю тише надену наушники да это нормальная просьба сосед по батарее стучит чтобы в два ночи решили почему-то танго потанцевать а потом зумбу понимаешь конечно нужно не топотать ногами тапочками мне пишет женщина одна я педагог с большим стажем я работаю в школе с маленькими детками то есть получается что у меня железобетонные нервы я сижу месяц и понимаю что я хочу убить соседей я реально понимаешь то они включат звуки понимаешь что они включат звуки вагалона понимаешь что они включают там был и начинается райда-райда все понимаю музыка вроде хорошая но когда одно и то же круто это у них видимо плейлист в телефоне на горит прямо уже и оба бы я замочила бы вот прям стрельнула со своим учительским образованием коммуникации то есть если у нас есть возможность разделить хотя бы по частям квартиру и вот этот в этом углу сижу я я называю это гнездо вот я так писатель мне вот я таскаю за собой собачью подстилку писатели не пишут вот со санкой за столом если кто-то думает что мы там локотки красиво поставили и сидим там набиваем или пишем ручка я пишу ручкой это неправда я пишу опираюсь о холодильник бакбоком на какой-нибудь диван на пузе на грузу ищешь музыку спина болит и когда пишется это одна вторая ручка исписаны и то же самое с позвоночником и у меня такая собачья пастилка все называют и через меня переступают у меня такой лежанка такая с подушкой с листами вот я таскаю с комнаты в комнату цвет стен освещение имеет значение мое настроение понимаешь то есть как вот я ищу место и вдруг я смотрю что вот на вот этом диване вот в этом углу у меня точка комфорта я разворачиваю по горизонтали стол я ставлю удобно себе по миллиметрам понимаешь ставлю компьютер ставлю свет как мне надо вот у меня попнуться и все да некрасиво да все зашли ёшкин кот ты чё опять сделала квартире а у меня вот так вот стоит уголком диван к нему хрен знает под каким углом стоит стол это мое гнездо мама пишет все святое дело мама пишет мама писатель точно так же у супруга до мандариновой шкорке до 3 бокала стоит до чашка я приду спокойно уберу и самое интересное что ты понимаешь у всех у нас уже девочек есть такой интересный маленький пунктик мы когда в поле зрения видим кого-то из наших близких мы очень хотим дать им поручение принеси отдай покров представь налей и они самое интересное не понимают что мы все прекрасно можем сделать сами и каждый раз когда мы даем поручение мы показываем я тебя вижу ты мне дорог да сделай что-нибудь для меня чтобы я тебя поблагодарила но мы это таким образом подаем что люди говорят а ты достала сделай ты что нибудь от начала до конца да брось наконец почему у тебя в подмастерьях райда-райда все подряд один чистит второй шинкует мышь пятый приносит из гаража ребят а собственно говоря почему нет давайте по-другому один смотрит телевизор второй не знаю играет на улице бадминтон а один шинкует от начала до конца я шо стерпила не кто-то выдаст медаль закруткой на спине и опять вы набросаете полную раковину посуды и я собираю писатель член связи писателей человек написавший 15 книг ваше свидетельство у меня даже есть же ты знаешь меня награждали этой премии да я могу так сказать я буду с хлорочкой и с моющим средством в очередной раз за все за всей этой райда райда мы посуду я помою и они за мной посуду помоют но самое интересное что как только они начинают ее мыть сразу автоматически рассказывают мне что я засранка что я не умею нормально готовить не туда крышку положила не так свистишь не так летишь уже думаешь слушайте идите вы там правда играйте в бадминтон и смотрите телевизор я правда сделаю все от начала до конца чтобы ни одна фимбра у меня души не отвлекалась на то что кто-то хочет кому-то рассказать что он делает не то так вот из тех советов которые я хочу дать вот просто надо херить сейчас просто не видеть плохого и каждую мелочь каждую мелочь за каждое сделанное дело хвалить спасибо что принес спасибо что нашинковала спасибо ты помогла мне помыла посуду вот если мы переобуемся и выключим эгоизм и включим воду своим близким ведь мы все равно собираемся за ужином все но почему не выпить за сына который получу всего сделал за день не собираю вот давно давно кроме дня рождения никто не хвалит да почему не выпить за того кто сделал сок а там компота для того кто запек утку или сделал эти голубцы человек полдня да он смотрел телевизор одним боком да чуть-чуть подгорели ну симпатично же ну значит нужно сказать этому человеку одус петь в стихах в песнях плясках сейчас очень многие люди обнаружили что измена есть потому что в замкнутом пространстве все равно нервы не удерживают у любовника у любовницы ночные переписочки сюськи пуски ты понимаешь эрегированные члены я скучаю я рыдаю самое интересное что понимаешь любовница нашлется где-нибудь с подружкой там или с телефоном сейчас же не знаю в 21 веке наверно в следующем году точно будет это анонимных алкоголиков будет огромное количество потому что с телефоном запили люди понимаешь райду-райду такой устраивает я смотрю там просто на 8 на 10 частей делят и давай тосты говорят чокнулся и в одно лицо это будем потом конечно лечить но сам факт вот напилась она одна рюмка она понимаешь василиса искусственница вторая там рюмка она там василиса чудесница а потом то начинается что слеза комсомолки и это слеза выплескивается от дома куда-то из замкнутого пространства уйдешь и начинается жена вдруг узнает о том что сто лет есть женщина которую там содержит квартиру и снимают жена узнает о том что нужно собрался уходить другую купил переоформил там на тетю 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 там жена узнает о том что он ну как положено сейчас у меня кто-то включил машинку для стрижки газона но это жизнь друзья что могу сказать вот именно сейчас разбираться по поводу будем вместе или нет совершенно невыгодно потому что некуда уйти некуда хлопнуть дверью не подготовлено место потому что чаще всего когда жена узнает об этом она же думала что у нее есть основа что есть куда упасть спиной назад что нам зачем она замуж выходила замуж и тут вдруг понимает уходит он уносит кошелек уносит вторую вторую партию денег за которым можно платить там за ипотеку и это конечно шок плюс с тем что происходит сейчас стране очень многих женщин нервная система перенапряжена и моя основная наверное задача сейчас напомнить что есть ты на тенчик да который можно прекрасно недельку попить и выдают десятилетним деткам когда они не хотят учиться не усидчивы или плаксивы там не хотят школу ходить себе помощь не надо недельку пропила бросила пусть она валяется но самовнушением я спокойная я ровная я там не обращаю внимание но не работает это нихрена оксана значит я что рекомендую вот у меня запала твоя фраза инструкция по применению меня вот я всем рекомендую сейчас она особенно актуально сайте напишите посвятить этому неделю я не знаю там день два три месяц но напишите что вот как ты говоришь что вы любите как вы любите заставьте его то же самое сделать сравните может быть это будет повод поговорить мы же не говорим мы только ворчим и из плохие качества друг в друге начинаем долбить долбить а сядьте поговорить и на все плохой позитив только позитив смотри даже из этого не надо делать никакой трагедии то есть положила листочек положила ручку вспомнила дописала не надо сидеть там наши мозговые штурмы так что надо сделать для того чтобы не угодить а вот а что мне что я люблю а вот это а чем мне можно порадовать а вот это а вот что нужно мне сказать чтобы я выдохнула и прям вписываешь 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 и точно так же ему говоришь вот тебе листик напиши вот что тебя радует больше всего что для тебя ценнее всего что ты хотел бы чтобы я делала и самое интересное когда там будет минус 8 килограмм не надо обижаться а надо сбросить в виде минус 8 килограмм четкая установка это лучше чем просто похудеть да или на те карточку ходи не та мотивация если я сброшу 8 килограмм я смогу его порадовать это вообще по-другому не обидно ни хрена вот во вторых вот вообще-то сейчас когда вот такая напряженная ситуация я вообще рекомендую немножко другой листочек положить это листочек 10 минутных претензий то есть вы в течение всего дня все что вас раздраконило не сейчас же проговаривать байр 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 на повышенных тонах аккуратненько вписывайте в блокнот перед тем как вы пойдете кушать но не со столом нужно еще раз это перечитать половину вычеркнуть красным фломастером потому что это уже не актуально это уже не смешно сделал кучу дел за это я уже не обижаюсь это я уже простила вот и 10 минут до того как вы переместитесь в самое важное место на кухне стол обеденный нужно просто давай ты 10 минут рассказывай мире может у тебя меньше может у тебя вообще нет претензий и я тебе расскажу все что раздраконило меня помнишь фильме бригада она писала ходит небритый с колючей бородой ночевал дома почему бы сейчас не использовать вот этот вот эту методику просто рассказать вместо того чтобы орать или кричать там претензии или вообще многие сейчас не разговаривают переписываются из комнаты в комнату или он есть туалета пишет что она плохая чтобы она его сейчас шваброй по голове не ударила минимум конфликтов самосохранения слушай наташ в таком позитиве я тебя забыла поздравить с выходом твоей книги на английском языке я видела в соцсетях твой пост да вообще это круто это оказалось немыслимой трудной задачей если учитывать что я компьютерный лох и я пишу рукопис на книжке у меня есть катюха которая живет со мной 10 лет больше 10 лет 15 уже не знаю но вечно со мной моя помощница катя которая в принципе моя электронная рука нога мозги вот и все помогают мне да в электронном виде и вдруг когда пришел в момент общаться с людьми из санкт-петербурга которые смогут качественно перевести мой художественный чест ты представляешь мою книжку шутками и припаутками перевести на английский язык вот как топорно перевести слово художественное совокупление скажи я не знаю передовые передовые отношения вот как вот как перевести если там просто большая буква о каким-то образом очень долго возилась у меня был художественный перевод и мои друзья из америки сказали что читается легко хохотала с третьей страницы и это очень круто переводили год обещали к 8 марта вот сама видишь 1 мая только-только вышла и теперь самое основное это пиар-компания там нет мои фотографии там нельзя поставить кто я что я просто книжка и просто две недели на продвижение если за это время никто из американских ну так устроен амазон вот если никто из американских друзей у которых на секундочку куплено на 500 долларов уже книг если у тебя никогда не заказывала ты хрен напишешь отзыв только от тех кто покупает там книги человек должен поставить эти звездочки и должен написать книжка клёвая там или мне не понравилось вот сейчас эти отзывы собираются поэтому друзья я верю в силу интернета если кто-то у нас в америке или кто-то покупает на амазоне и уже накупился ну поставьте мне там по блату несколько звездочек они мне сейчас вот так нужны 21 век приходится попрошайки если делать раньше все это было честным трудом а сейчас ты может быть семипедий во лбу но если тебе не поддерживает сео далее как это сейчас называется ну вот так мало написать еще и надо уметь продвигать ты видишь да купили уже одну книгу это не три даже три обманывая три книжки купили понимаешь как трудно получается на русском языке не поставишь а очень много русскоязычных которые меня знают они смотрят меня по телевизору но они должны читать на английском одну единственно приведенную книгу а поставить на русском такой опять формат с каждой две тысячи долларов стоит каждую книгу поставить короче это из прошлой жизни все но я надеюсь что вдруг кто-то смотрит то умеет это делать я купил книгу кто-то пишет уже вот видишь книг много на русском я писала я пишу уже сейчас скажу 2006 года первый раз вышла книга у меня и она называлась мужские измены война и мир я писала потому что у меня болела я кричала я плакала в книгу и собственно говоря и редактор когда редактировала и смеялась и плакала и читательница когда не болит она ржет когда болит бросает стену выбрасывает мусорное ведро достает из мусорного другую скачивает но в любом случае она самая большая моя победа потому что я доктор который пишет работа я ежедневно охотник охотится нет охотник пишет книгу про охоту так вот я еще охочусь я играющий тренер и когда миллион читательниц забрали ее с полки оксана ноль бюджета ноль рекламы это конечно было очень круто и конечно женщины которые любят женатых сейчас свободных револентных уверенных в себе женщин очень много и лишь бы с кем быть знаешь положить себе домашнее животное вот там вот емелю на печу там его обслуживать не соглашается далеко не каждая и какая-то не была деловая какая-то не была сильная женщина кто-то говорит пусть он лежит на диване я с его именем переделаю все дела такие это процента 4 все остальные начинают попрекать ты сидишь на моем стуле ты жрешь мою еду ты открыл мой холодильник убери свою мокрую жопу без трусов с моего смысл но у своей обивки диванной там много всяких нюансов написал книжку для женщины которая любит женатого и вдруг начали женщины мне писать о том что ты нас не делить ты просто сделай такую работу чтобы делать чтобы его домой паруса не слил чтобы он детей любил чтобы он ко мне хотел вернуться как обновить чувства да и у меня есть и книга защитная книжка от 40 предательства может быть кто-то не видел очень фундаментальный труд перемирил кучу семей у меня есть книжка любовь от заката до рассвета воскресенья чувств это когда вот совсем ушли чувства а ты понимаешь отец чудесный погребы ходим телевизор смотрим родственники общие но вот ничего менять не хочется а в постели вот он говорит иди с тобой займемся там волшебством а ты изображаешь енота полоскуна то у тебя стирка то у тебя влашка то у тебя понос то у тебя золотуха и ты сама прекрасно понимаешь слушай я раньше такая хочу чья была да я там могла на печатной машинке на подоконнике с люстры прыгала на штурах раскачивалась я-то чего не хочу а ты не хочешь имена этого человека потому что другой любой иногда значит по аэропорту идешь идет мимо дядька с чемоданом а все за все замирает я-то живая если бы он меня сейчас позвал я может быть сейчас был за ним вот так бы пошла как штырит иногда от человека от энергетики вот за счет от человека вот каратит есть есть запах взгляд с воротком одежда правильная не знаю воротничок чистые руки кто что девчон очки девчонки кто что рассказывает чужой дядька муж подруги в жизни никогда вот что у меня на него и левое правое кругозориным стало да и ты понимаешь почему я этого идеального прекрасного замечательного заслужившего за много лет в такую родненького своего не хочу а неизвестного какой-то хрена матвея из аэропорта вот так вот меня расколбасило и конечно вот для этого приходит сексологии приходит отдельная отрасль психотерапии но одно дело когда ты пришел и один на один мы говорим тут по терепункой вот это вот выпить да вот так вот сделай и смотришь и вернется у вас любовь чувственная а когда человек не может прийти ко мне на прием по разным причинам и опять через экран но не то это все равно глаза в глаза рукой трогать психотерапия даже тоже своего рода гипноз это общение ты собой собой лечишь человека ты через себя пропуская подаешь свои интерпретации для кого-то нужен другой психотерапевт не такой как я тоже концепция конфигурация гендерные отношения такого только услышал а как будто надо вот в такой подачи как я мне бог хватает меня могут осуждать меня могут не принимать я через это все уже проходила и когда первую книжку написала на ты все коллеги на меня взбрундились и сказали что это невозможно это недопустимо я буду слушать и мне европейское образование у меня довольно много курсов усовершенствования именно с любви из европы они там не выкают вообще мы когда идем храм мы говорим да светится имя твое когда у человека болит мы говорим мэр михаан ты же выздоравливай ты же не болей мы выкаем только к черту понимаешь самое интересное что он он царем он царем и когда хочется достучаться до души я выбрал такую подачу книжку подружку что ты думаешь прошло 15 лет половина книг психология на ты кто охватил за этого полной программе наташенька наташенька уничка наташенька красавица кто-нибудь и тогда кто-нибудь и тогда кто-нибудь выписит меня а мне же надо я же это образец психотерапия подхожу так вот к зеркалу посмотрел себе в левый глаз это такой принцип психотерапии когда ты смотришь собеседнику в левый глаз не между бровей как раньше учили не глазах не зрачки в левый глаз то человек гораздо больше быстрее понимает принимает и легко за себя запускает это методы такого и нлп своего рода и работа психотерапевта так вот я подхожу к зеркалу смотрю себе в левый глаз это ж как папа маму любил что я такая раз чудесная у них получилась это ж как неторопливо они меня с чувством с толком с расстановкой заделали это ж вот как как люди вот ну не получаются под кустом такие чудесные девочки я вот поржу сама с собой сама с собой поговорю я раньше думала что не очень это хорошо написано в учебнике что когда человек сам с собой разговаривает это прямо пошел говорят когда стены с тобой начинают говорить я пошла в руден и целый год училась на кафедре психиатрии каждый день ходила на занятия каждый день ходила вот именно психиатрическую лечебницу с квадратным ключом в халате с чушкой ты же понимаешь там же надо вот так вот чем страшно не накрашено и чем красивее тем вероятнее что на тебя кто-нибудь прыгнет и захочет тебя глазик выковырнуть или в чипсы у тебя забрать там вариантов много всяких вот и я год ходила и думаю преподаватель бы увидел что я кукуруку правильно ну уже за год то точно бы сказал что матуся давайте полечим коечко у окна поэтому я даже могу иногда рекомендовать беседы самой с собой вот просто чё ты хочешь чем тебя порадовать вот надо бывает ночью проснусь и ночью педикюр сделаем ну чё улица разбитых фонарей посмотрим попишем чипсов пойдем у меня заначка с говном называется у меня внизу много всего там есть мармеладки значит там у меня чипсы соль я только такие люблю насыпаю маленькую тарелочку и нашу определенную дозу шоколадочки у меня я на видное место это не кладу семья большая они бы давным-давно это размели все знают что нам не есть но все стесняются у меня ты там семечки у меня всякой вот такой чачья радость и вот сама у себя спрашиваю чем ты хочешь заняться и потом когда мы вместе с натосиком понимаем чем тогда мы идем и делаем это качественно хвалят твой цветочный интерьер я тоже хочу все спросить это у тебя такой зимний сад там красивый сейчас я вам скажу я нахожусь в Ставрополье здесь 20 градусов тепла супруг меня набрел бассейн до 28 я не хвастаюсь но если бы я не плавала то я бы была уже в жаробасина собственно говоря спасибо ему за три сброшенных килограмма если учитывать что был пост и мы хомячили каши хлеб ну сами понимаете что есть я не такой великий изобретатель хотя не первый раз держала но я была бы бурондуком уже а этот зимний сад мне достался вместе с мужем вместе с его домом цветы я практически не выращивала но там где я там вечно все полосится то есть у меня такая энергетика я палку втыкаю на корни пускает ну и поэтому и во дворе уже у нас вы едим свой чеснок свой лук посажены в этом году у нас называем этот дом ковчег это хорошо да зимний сад еще занимает довольно много времени надо полить побрызгать удобрить поговорить с ними потому что каждый день расцветает новый цветок а это важно ему надо сказать спасибо за это я не знаю что там творится москве но дети клянуться что раз в три дня поливают на личных площадках у меня джунгли везде не знаю мне надо видимо я энергообмен какой-то делаю с растениями настраиваюсь на правильную чистоту не надо это для жизни надо мне у меня цветы не растут и я не знаю они у меня растут если я сажаю ухаживаю но так как нет времени я про них забываю они у меня постоянно вянут то есть цветы это не мое но я очень люблю цветы а ты знаешь вот я свою корреляцию какую-то определила то есть бывают моменты когда я про них забываю но я в этот момент не делаю ни маски не банка себя по маслу не вожу не хожу к девчонкам на какие процедуры то есть когда я не уделяю внимание себе я не уделяю внимание цветам удивительно но есть такое поверье о том что человек будет свою собственную любовь ради кого-то другого сам свою то есть вот шел этот человек по жизни да ты увидела его и полюбила ты его не полюбила у тебя что-то проснулось иногда от обратного если я хочу сейчас начать уделять внимание я стройной силой буду поливать цветы разговаривать и просить мне помочь и многое материализуется оксана очень много земля меня слышит не знаю как рекомендую сейчас времени всех полно если у кого-то на площадке есть цветы тыки все что украдено все хорошо растет так значит просят повторить про озон то есть нужно купить книгу на зоне и поставить и поставить отзыв правильно если будет возможность поставьте звездочки или напишите хоть что-нибудь хоть что-нибудь напишите мне очень нужна отзывы и оценка ну естественно положительная посмотрите на меня такую чудесную девочку ну как можно меня плохо оценивать оцените меня отлично пожалуйста прекрасная девушка ссылочка нужна на твою книгу ссылка есть в фейсбуке поставим сейчас непременно попрошу помощника уже закончится эфир уже будет стоять ссылка на амазона все отлично все книги есть сейчас огромные ссылки эти скидки за три копейки можно скачать электронные нас сейчас будет у тебя забивайте просто наталья толстая книги и выскочит весь мой ассортимент на зоне секунда и она у вас компьютере нужно на английском на английском нужно важно или любую отзывы нужны на английском а на русском на простом наш амазоне можно прямо за одну секунду приобрести книжку поставить вот такой шрифт и читать ее в свое удовольствие хоть из другой комнаты есть аудиокниги поставил тебя актер читает а ты готовишь сейчас очень много возможностей приглашаю друзья я для вас это делала их хотелось бы пока сейчас открыли они эти страницы дали трес тот же самый на литрес очень и очень дешево можно купить по муку и что даже бесплатно можно скачать потому что людям сейчас очень нужна культура так как все бунтуют против машин а что ты делаешь для того чтобы ты не была машиной сама да ты посмотри маленькие короткие смс и сейчас даже меня прощают если я ошиблась в посте не поставила три запятые ошиблась словом раньше мне зачмурили к комментарии мы безграмотно этом козюля а сейчас спокойно ровно проходит текст потому что все привыкли вот этим топорным всем делам я может быть такая эстетка может быть я не разбираюсь балетных па может быть я не такая уж оперная слушательница я несколько раз было большом театре и засыпаю даже на третьем ряду может быть я вхожу в резонанс но все равно я работаю над этим сколько могу я реконал культура включаю сколько-то минут но я настраиваюсь хотя вот был концерт когда из большого театра я рыдала я не знаю почему я вошла в это состояние я плакала от их ощущения значит вот я смотрю плохой свет я смотрю как видно что на коленке все дела на напудрили понимаешь гудок чуть-чуть подкрасили совершенно не та подача которая обычно бывает да стоят они в перчатках каждый по отдельности пишется и вот человек стоит перед пустым залом я прекрасно понимаю эмоциональное все и вот в резонанс ходишь я прямо на газманове плакала клянусь наверное это круто он для этого это и дело наверное я смотрел в большом театре спящий по моему красавицы спящие принцессы что-то такое я я тоже плакала я представила что вот они танцуют действительно пустой зал декорации такая работа мурашки до сих пор мурашки идут до шелкунчик потом пересмотрела то есть это еще больше захотелось вот прийти вот после вот этого всего прийти в большой поддержать ребят который вот действительно культуру несут информацию потому что вот это уже все надоело ок ок спок да хочется чего-то вот куда девать человек сэкономленное время от того что он написал слова пожалуйста ну идти что и качи ну пишешь но хоть спасибо и пожалуйста напиши по нормальному да да если мы наносим пользу могу дать еще одну очень хорошую психотехнику опять же она связана с писаниной но она прям работает 300 процентов куда вы пойдете когда закончится карантин только это не надо я поеду во францию потрогаю льва за пипку да поеду в петербург потрогаю коня там за яйца не надо надо писать я в своем городе пойду на лавку возле лоховского сяду и буду сидеть 10 минут я пойду ватрем зайду магазин любой любой магазин и просто пройду по часовой стрелке вокруг центральной выкладки я это называется сейчас спасение собственных мозгов во вторых иногда можно объединяться с меня с членами семьи и вдруг понять что вот где тебе было ощущение что вот жизнь прекрасна и мой муж однажды говорит на курском вокзале на перроне было однажды такое состояние или в аэропорту когда там ждал кого-то или прилетел я съезжу в аэропорт и постою я хапну я возьму я заберу это состояние да вот как можно взять энергетику из музыки своих побед вот допустим представь вот ты первый раз целуешься на танцах у меня по крайней мере так было поселок синегорский шахтерский день шахтера приехала какая-то вия мальчик мне жутко нравился и вот мы с ним поем поют они кленовый лист кленовый лист помнишь старая песня я тоже пылью присыпана вот и вот он приглашает меня и мы с ним в обнимку танцуем у меня шевелились волосы на ягодицах ты понимаешь у меня бежала дорога между лопаток у меня вставала эрекция макушки у меня каждая ресница кайфовала ты понимаешь почему же не найти эту песню не поставить и не войти в это состояние это называется психотерапии ключ хапнуть из музыки когда замуж выходила хапнуть когда с пузом везли в родзал все помнят какая была песня по крайней мере я помню как по кочкам везли я думаю я доехала дождь был вот вот есть воспоминания такие точечные да или там в какой ночной рубашке ты шла когда вы приехали там с мужем на первую съемную квартиру вот просто потому что уже больше нет сил полюбляться художественно да и просто чтоб голову подмышку положить вот первая ночь когда у вас родники вы были тогда тоже была своя музыка там ты шла у тебя победа у тебя медалька или там что-то случилось тоже была своя музыка она тогда была уже вот так потому что она звучала с каждого утюга а сейчас это и если ты ее достанешь контакте поставишь ты можешь сделать плейлист такой что ты тюкнула и делай свои дела она те раз 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 если я думаю я завела в вконтакте как раз таки плейлист назвала прям мою и вот туда сначала 7 все старые письма интуитивно как-то сделал не все свои теперь сортирую и еще следующий тебе лайфхак дам ходи по друзьям вот те люди которых ты любишь вот я считаю что подружек не существует женской дружбы нет ты или любишь человека или нет когда ты его любишь ты его понимаешь прощаешь ждешь не упрекаешь тебе все равно позвонила ночью или нет и совершенно другое когда ты терпишь есть приятельницы есть коллеги есть прекрасные партнерши по бизнесу есть любимые люди вот иди к любимым людям и ты иногда ты у них плейлисте найдешь музыку делай это будет хорошая штука знаете несколько любимых находятся в прямом эфире вам привет девочки всех люблю это вот профессия врача она учит людей слушать правильно и любить всех людей как-то люди меня не разочаровали не разочаровали обожаю людей это это тоже я с тобой абсолютно согласна сочи оренбург тебе передает привет ждут гости вот моя хорошая у нас тобой осталось буквально там несколько несколько минут и нас инстаграм выкинет просто да я хочу пожелать тебе наверно от себя сейчас творческих вот таких вот успехов вдохновением потому что ты настолько светлый позитивный человек вот с тобой общаешься бабочки везде летают настолько прям жить хочется бежать куда-то хочется вот спасибо тебе за вот этот последний такой вот секретики да ты когда говорила ваши любые любимые места я очень захотела в цумы мороженое вот это цумовское прям хочу рекламного кофейку на третьем этаже столовку сходить слушайте это уже четыре пункта их надо выполнить непременно никогда не придавайте свои мечты девочки вот если допустим вот еще отличного я думаю что года три мы особо разъезжать по заграницам сейчас не будем нам это совершенно не нужно как ни странно меня занесло в пекло я была и на венецианском фестивале и в барселоне и в валенции было и в ниц и ну то есть я была в пекле слава богу не заболела и вот я иду по площадям и понимаю что вот этот город вымер от чумы вот этот город умер от чумы и вот это животный страх и мы мазали с этим чайным деревом пили антибиотики надевали маски когда этого еще не было то начало февраля было и вот сейчас реально понимаю что там делать то сейчас на на так мы натащили вещи у нас носить есть готовить из одного соленого огурца 1 2 3 компот мы умеем сейчас наверное время к земле и к себе к себе и своим близким вот как вы относитесь к окружающим так вы относитесь к себе как вы верите в бога так вы и любите надо понять что самое главное и от этого не мешать самому себе жить по наитию что я хочу спрашивать у себя что ты хочешь любимый человек чем тебя пораду тишина стоп слово остановка и не надо скандала просто свисток свистеть сбрызгалки брызгать выжики понаписать разноцветные я наталья владимировна просьба час не подходить потом любить буду больше сварю но сейчас я наталья владимировна иногда маркировочка иногда препятствия стул поставили шапку поставили все подходить нельзя приводите все в юмор красота и юмор спасают от депрессии это лучшее лекарство как раз таки спрашивают как бороться с хамством наверное отвечать позитивом на хамство на хейтера хамство надо говорить что если ты получил удовольствие я разрешу тебе в наше сложное место в наше сложное время получить удовольствие от того что ты хамишь еще один лайфхак вот допустим третий раз готовите за сегодня или там он принеси ты взяла принесла проще принести дай бровь поднял хлеба поднял ложку каждый раз когда вы приносите я кокошник надеваю иногда но когда успеваю так будет не всегда все это переводится в шутку но опять же трусы принеси я принесу но так будет не всегда я пока еще не сопротивляюсь не отказываю но каждый раз когда я делаю это еще зашку 3 ревана он дал мне задачу я принесла на подносики чай вкусный чай а то я пришла с не вкусный приносила как можно испортить чай ну ладно принесла чаю варенька там еще что-нибудь и вот я это все принесла и можно идти отец родной ступай вариант и вот я ухожу поклонами шапки носить разноцветные смешные они тоже выручают на балкон в шапках это смешно да 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 ну смотри на должно мега круто мега круто ну и напоследок пока вопросов я так смотрю нет больше да все все пишут привет светали тебе передает кстати ну и напоследок но наверное твое пожелание все всем нам кто будет смотреть кто смотрит от души от сердца я знаю что будет лучше я уверена в том что будет намного лучше мы что-то такое позабыли понимаешь вот если маме моей 84 она ребенок войны до сих пор высаживает рассаду помидор но она точно знает что они у нее будут она наморозила с прошлого года столько свежих ягод что горе не знает до сих пор человек который умеет делать сухари и научил наверное меня не выбрасывать халата сделать из него в очередной раз тряпочки не могу не спороть пуговицы я не знаю что это нищенское мышление или рачительность но мы начнем делать картины из пуговиц и будем шить платье старых джинсов мы вспомним о том что есть машинка что можно посадить что можно вырастить корову доить ее мы научимся мы вспомним то что генетически в нас заложено уйдем от химии вернемся к натуральному это можно было сделать только насильно и если придут трудности и будет немножко меньше продуктов мы наконец поймем вкус этих продуктов как человек который воздерживается от чего-то ликовать будем радоваться благодарить мы будем любить друг друга потому что смерть так близко что страшно любого человека может забрать и мы живем как последний день не надо сейчас не истерик не минус информации разворачивайте торсионку в плюс ставьте палочки вонючки зажигайте свечи следите у меня у подружки пол стола сгорела в пасху поэтому свечка опустила загорелась скатерть ну то есть следите за тем что вы поставили но огонь нужен запахи нужны масла нужны запах свежего хлеба нужен чистоты побольше кстати мужчины прекрасно относятся к запаху хлорки я не знала то есть он заходит с улицы ты убирала а это запах детства хлорка мы же раньше все мыли хлоркой поэтому я теперь стала употреблять ты понимаешь я побольше налью в трех местах протру навоняю вот а так просто подмету и нормально прокатывает нормально хлорочки побольше а швапки были на руках я первое время так все намыла что уже все пауки из дома вышли все все моль вся ушла ну то есть только хлорки куда мы научимся быть руки мы научимся обращать внимание на наших детей мы их услышим наконец потому что почему-то мы требуем от них знаний с первого класса соблюдение режима может подумать мне такие точно были давайте дадим друг другу жить и кайфанем от ситуации находя в ней возможность остановиться в адском бегу белки в колесе а сортировать что главное что второстепенное и делать все настолько хорошо насколько мы можем лучше сделаем завтра без маразма и 20 процентов на авось не надо быть синдромом отличницы можно кое-что делать хреново или говорить я не умею помоги тоже очень помогает сейчас самое время просить помощи тоже тоже нужно учиться и тоже не надо быть самыми умными это вообще ни хрена не выгодно то есть иногда косить подуру прямо лучше в сто раз я стала на это обращать внимание просто станешь похлопаешь ресницами и тебе больше сделают чем если ты будешь самая умная давать распоряжение ну короче надо быть мария искусственницей да 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 я я сейчас тоже превращаюсь из бизнес-леди в такую девочку девочку говорю не могу не знаю работ работа работает работает вот если это возможно верните секс верните секс с добавкой сделать и все что угодно откройте гугл просите как наладить отношения а у меня кстати книжки есть о чем молчат постели и книжка между сексом и любовью здесь как раз про то как из енота полоскуна снова надеть липчик и скачками нужно прыгнуть как разбудить вот эту хочу честь да я енот полоскуна для такого-то девочки прекратите быть полоскунами быстро секс дивами становимся ну дивами не дивами а трусишки надо без дырки конечно то есть нужно постараться чтобы было эстетически ну а там как попрет в принципе самый лучший секс ты знаешь без трусов с того сена поэтому как попрет так пусть и будет да ну кто кто-то недавно сказал где-то по телевидению что ли будьте всегда готовы к сексу вот как будто прямо сейчас здесь и сейчас а для этого купите лубриканты закажите по интернету пусть у вас сумочки всегда будет ларго синенький такой крем пусть у вас дома масла не будет ларго в сумке всегда будет знаете случаи бывают разные это хорошая штука тогда вы будете всегда готовы хоть через одну минуту что могу тебе сказать из из таких вот пожеланий важных когда мы занимаемся друг с другом вот определенный вот такой вот все время надумано я должна вот так вот так вот так сделать поймите что каждому человеку нужен синдром бомжа у каждого из нас дома есть манатки растянутая майка любимая фирменная который уже дал на улицу не вынесешь треники со ближайшими коленями надевайте эту одежду возможно именно в ней вам будут писаться статьи комфортная вытертая выстиранная одежда иногда вот как ни странно мужчина говорит не хочу свою жену с укладкой хочу торговку сливами с грязными пятками немытой головой мало ли на что у него штырит поэтому пробуем автоматически синдром бомжа нужен и вашему мужу достаньте его старые майки зашить и по подмахарам тыру он ее увидит будет рад немыслимо перешейте пуговицы пусть носит дайте уютной одежды не надо на пирожные все время ходить но бриться и собственно расчесываться это вот голохудрами не ходить это наши прабабки не разрешали ты может быть голая но расчесанная но расчесанная наташ все огромное спасибо нас сейчас выкинет уже да тут вообще столько городов тебе лайки послали него невозможно германия и крым и и киргизия по моему то есть очень много тебя любят тебя знают я горжусь что я тебя тоже люблю и знаю вот что судьба нас с тобой свела потому что ну энергия энергия позитив и доброта от тебя исходит я тебя люблю это к тому вопросу о том что вот есть определенные любимые люди ты любимый человек потому что мы с тобой единодушники единомышленники да не почему просто выбрала я тебя люблю все даже ну тут написали что мы с тобой даже чем-то похоже да похоже мы как все это похоже так и должно быть мы выбираем любом случае людей похожих на маму на папу психотип форма лица но как по-другому мы выбираем мы себя мы с тобой просто любим себя и видим друг друге свое отражение это круто любите своих близких смотрю с тебя как зеркало до головокружения любите своих близких выбранных любите это ваше и как евреи говорят мой изочка лучше всех уберите негатив и хвалите за любой да придумайте если не за что похвалить все спасибо огромное наташенька